МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Немецкий округ – один из самых безопасных регионов России. Сотрудники Минрегионразвития узнали, в чем в большей степени удовлетворены граждане России. На экскурсии у объединенного авиаотряда побывали сотрудники прокуратуры. Они проверили качество взлетно-посадочной полосы и состояние авиапарка, познакомились с работой авиаотряда изнутри. Газпром вложит 200 миллионов рублей в газификацию ненецких сел. В первую очередь газ придет в деревне Устье, Пылемец, Лаборское, Охсино и Великовисочное. Ненецкий округ – один из самых безопасных регионов России по результатам проведенных опросов Минрегионразвития. Округ вошел в число регионов, где большее количество опрошенных респондентов позитивно оценили работу региональной власти. Одним из основных критериев оценки является удовлетворенность граждан различными аспектами деятельности должностных лиц. Действия властей по обеспечению безопасности граждан в целом получили поддержку жителей в Ненецком и Ямало-Ненецком автономных округах и Чеченской республике, получили низкую оценку в Новгородской, Челябинской областях и Забайкальском крае. В большинство степени граждане России удовлетворены работой региональных органов исполнительной власти в сфере общего образования и создания условий для занятий физической культурой и спортом в меньшей состоянии жилищно-коммунального хозяйства и обеспечением безопасности граждан. Не как надзиратели, а как гости. Работники прокуратуры Ненецкого округа ознакомились с работой Наринмарского объединенного авиаотряда. На экскурсию вместе с государственными обвинителями отправилась и наша съемочная группа. Алина Ваучейская продолжит. Стойки регистрации, таможенный контроль, накопитель. Это привычная процедура ни к чему. Сотрудники прокуратуры сегодня не пассажиры, а гости. Впрочем, цель столь необычного визита отчасти связана с прокурорской работой. Проверить качество взлетно-посадочной полосы, состояние авиапарка и познакомиться с работой авиаотряда изнутри. Обзор на экскурсию по территории авиагородка проводит гендиректор Наринмарского объединенного авиаотряда Валерия Стопчук. Первый пункт назначения – четвертая рулежка. Здесь уже две недели ведутся ремонтные работы. Из оболочистого ландшафта плитв на рулежной дорожке просили вниз почти на метр. Впрочем, на безопасность взлетов и посадок неисправность не повлияет, уверяют специалисты. Просадка грунта произошла очень серьезно, она вышла за критические отметки, поэтому силами аэродромной службы Наринмарского объединенного авиаотряда в ночное время проводится ремонт и восстановление уровня рулежной дорожки. То есть подсыпка, снятие плит, подсыпка и восстановление. Смотрев аварийную рулежку, гости отправились на взлетно-посадочную полосу. Здесь ознакомились с обновленным вертолетом Ми-8, на котором совершаются как пассажирские рейсы, так и вылет на прокурорские проверки. Кстати, говорить о важности сотрудничества между прокуратурой и авиаотрядом не приходится, ведь для оперативной реакции на обращение граждан и проведения проверок в населенных пунктах округа работники надзорного ведомства используют авиатранспорт. Если все-таки есть взаимодействие, мы получаем сигналы от летчиков авиаотряда, в случае, если они видят пожары и разливы. И тогда уже совместно с контролирующими органами осуществляем выезды для того, чтобы зафиксировать факты нарушений, принять меру прокурорского реагирования. Ну а увидеть внутреннее строение основной рабочей лошадки авиаотряда участники экскурсии смогли в ремонтом ангаре. В завершении фото на память у списанного самолета Ан-2. Алина Ваучейская, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Завоз топлива в Ненецком округе осуществляется опережающими темпами. По информации муниципального предприятия Заполярного района «Севержилкомсервис», поставки каменного угля в населенные пункты, расположенные в Нижней Печоре, практически завершены. Для завершения поставок по речному направлению осталось завести 35 тонн угля в Тельвицку. «Стройсервис» поставил большой объем этого вида топлива в Оксино, Хангури, Нельминоз, Кую, Осколково и Андик. Поставки дров по реке выполнены на 53%. Большую партию нужно доставить в Нельминоз – 2300 кубов. Дрова также будут поставлены в Андик, Осколково, Кую, Красное и Наринмар для нужд «Севержилкомсервиса». Выполнены первые поставки бензина по морскому направлению. Его доставили в Индигу, Шойну и Кию. В списке получателей еще 8 населенных пунктов. Поставки дизельного топлива морским путем выполнены почти на 45%. Им уже обеспечены Несь, Чижа, Шойна, Кия, Ома, Нижняя Пеша и Белушья. Объем поставленных по морскому направлению дров превысил 53% и составил более 3000 кубометров. По данным на 18 июля дровами обеспечены Несь, Чижа, Шойна, Кия и Ваучейский. Поставки каменного угля в поселения, расположенные на морском побережье, выполнены на 47%. В общей сложности завезено более 7 тысяч тонн этого вида топлива в Несь, Шойну, Индигу и Ваучейский. Треть нужного объема поставлена в Нижнюю Пешу. «Газпром» вложит 200 миллионов рублей в газификацию ненецких сел. Такой пункт содержится в соглашении о стратегическом партнерстве, которое заключено между газовым гигантами и региональной администрацией. Монополисты обеспечат голубым топливом 10 населенных пунктов округа. В первую очередь газ придет в деревне Устье, Пылимец, Лабожское, Оксино и Великовисочное. В рамках второго этапа программы в Хангурии, Каменку, Тошвеск, Ущелина и Коткино. Сейчас нефтегазовый концерн выполняет проектные работы. Прокладка трубопроводу предусмотрена вдоль строящейся дороги на Тельвиску, чтобы обеспечить его бесперебойное обслуживание в процессе эксплуатации. Окружная администрация со своей стороны разрабатывает проект планировки земельных участков по линии прокладки газопроводов. Объемы потребления газа пока не уточняются. Просьбы жителей села Несь были услышаны. Администрация Канинского сельсовета объявила о проведении электронного аукциона на выполнение работ по освещению участка дороги от села Несь до района Бутова. Стартовая стоимость контракта – 3 миллиона 200 тысяч рублей. Согласно техническому заданию, освещение участка дороги от села Несь до района Бутова будет проводиться в виде подвески проводов на опоры воздушной линии электропередач, уличное освещение, установка на опоры воздушной лэп, крепежей и многофункциональных светильников для освещения дорог и улиц. Работы должны быть выполнены в течение 14 дней со дня заключения муниципального контракта. Итоги аукциона будут подведены 7 августа. Мы прервемся на короткую рекламу, и вот что вы увидите далее. В округе продолжается прием незаконного оружия. Сколько можно получить за сдачу боеприпасов, узнаете совсем скоро. Курение в общественных местах под запретом. Полицейские штрафуют нарушителей. Да и купить сигареты теперь не так просто. Какие изменения произошли в торговле, расскажем в нашем выпуске. Компания «Красный город» приглашает выбрать тур на бархатный сезон, осенние каникулы и Новый год, авиа, ЖД-билеты, страховки, визы без покупки тура. Выбери свой достойный отдых в надежном туристическом агентстве «Красный город», улица Ленина, 31. Внимание! Если у вас есть записи на видеопленки, которые вы желаете хранить в цифровом формате, воспользуйтесь услугами профессионалов телеканала «Север». Ваши видеозаписи будут переписаны на современном оборудовании, на DVD и другие носители. Также возможна запись видеоматериалов с карт памяти, фотоаппаратов и видеокамер. Телеканал «Север» сохранит ваши воспоминания в качественном формате. Обращайтесь по адресу Оленная, 10, телефон 2, 17, 17. Продолжаем выпуск. Вместо срока деньги сотрудники полиции продолжают принимать от населения незаконное оружие. В обмен правоохранители обещают не возбуждать уголовное дело, а самым сознательным гражданам еще и заплатить. Чтобы получить вознаграждение за незаконно хранящееся оружие, надо прийти в полицию, написать заявление или просто сообщить правоохранителям о его местонахождении. Впрочем, сдать добровольно можно не только огнестрельное оружие. В список также попали различные боеприпасы. Это патроны и взрывные устройства. К примеру, за огнестрельное оружие полицейские заплатят 15 тысяч рублей, 6 тысяч – за служебное, спортивное или охотничье ружье. За добровольную сдачу взрывчатых и устройств положено 3 тысячи рублей. За газовое или травматическое оружие выплатят вознаграждение в размере 2,5 тысяч рублей. За каждый патрон полагается по 10 рублей. В этом году жители округа уже добровольно принесли в отделение полиции 15 охотничьих и гладкоствольных ружей, а также один сигнальный пистолет. И в продолжение темы. Полиция округа разыскивает пропавшего без вести мужчину 66-го года рождения. Несколько дней назад житель Наринмара Сергей Чикрымов ушел из дома, и с тех пор о его судьбе ничего не известно. На вид мужчине около 40-45 лет. Его рост примерно 185 сантиметров. Пропавший мужчина плотного телосложения, волосы у него короткие, светлые. Когда Сергея Чикрымова видели в последний раз, он был одет в куртку и футболку черного цвета. Джинсы на нем также были черные, а на ногах черные туфли. Кстати, у мужчины имеется автомобиль ВАЗ-2115 серебристого цвета с госномерами АС-705АА 83-го региона. Полиция обращается ко всем жителям региона. Если вы что-нибудь знаете о местонахождении Сергея Чикрымова, срочно позвоните по телефону 02-421-26 или же на мобильный 8911-874-2202. О судьбе пропавшего очень беспокоятся его родные. Вот уже почти два месяца в полную силу работает антитабачный закон. Пепельницы исчезли из всех ресторанов, баров и кафе. А полицейские теперь вправе штрафовать нарушителей, тех, кто поджег сигарету в неположенном месте. Труднее стало не только найти место, где подымить, но и не так просто купить и сигареты. Как изменились условия продажи, расскажет Олег Хатанзейский. Этот репортаж об антитабачном законе неспроста начинается с социального ролика. Согласно документу, отныне любая тема, даже отдаленно намекающая на опасную привычку, обязана стартовать с предупреждения о вреде курения. Поэтому предупреждаем. Антитабачный закон уже назвали сложным, так как внедряли его в два этапа. В прошлом году запретили курение в общественных местах. Ну а с этого лета теперь еще и запрещено выставлять сигареты на прилавки. Их продают теперь вот в таких вот закрытых коробах. Кстати, употреблять само слово «сигареты» теперь в эфире тоже опасно. Так что можно мне, пожалуйста, ваш специфический товар? Спасибо большое. По-настоящему заметным закон стал именно с 1 июня этого года. Когда сигареты пропали с витрин. Продавать табак теперь можно только в павильонах, специальных отделах магазинов и по строго прописанным правилам. Впрочем, в дни, когда закон работает в полную силу, жители Наринмара по-прежнему с сигаретой в зубах. Курят там, где можно и там, где уже нельзя. Давай вот этой женщине подожди. Вот молодая девушка, пациентка окружной больницы, увидев машину полицейских, в спешке пытается затушить свою сигарету. Нашей камере удается заснять этот момент. Девушка понимает, что нарушает закон, и теперь ей придется оправдываться перед правоохранителями. Она скажет, что, мол, хочется курить, но негде. Вот курилка же есть, почему она не в курилке? Она закрыта. Она закрыта? Да. То есть запрещено сейчас курить? Да. Полицейские составляют протокол, одновременно разъясняя от молодой девушки, где курить можно, а где нельзя. Однако пациентка со стражами порядка категорически не соглашается. У девушки, видимо, свои законы. Я не считаю, что нарушение? У самих курильщиков новый закон реакцию, конечно же, вызвал неоднозначную. Кто-то смирился, кто-то заявляет. В борьбе за здоровье некурящих забыли о правах любителей подымить. Но большинство рады новым правилам. Везде же все равно курят. Закон – это закон, а выполнять это каждый сам решает. Курить, конечно, это плохо. И детки рождаются больными, и вообще для себя. А вообще это дело каждого, все равно курить или нет. Отличный закон, что курить нельзя. Если бы пить еще нельзя, так это вообще может жить. Конечно, хорошо. Во-первых, это пример для других. И для тех, кто, например, бросил курить, в общем, это как-то раздражительно. Я думаю, все равно должны отдельные места быть для курения. Однако такие места в Наринмаре сейчас можно пересчитать на пальцах. Словом, в городе их практически нет. Поэтому люди курят там, где по закону запрещено. Ведь не прятаться же им за гаражами, как в детстве. Кстати, курение уже бьет не только по здоровью, но и по кошельку. У обычного курильщика-нарушителя полицейский может оштрафовать на полторы тысячи рублей. Размер штрафа – это от 500 до полутора тысяч рублей. А если курильщик закурил сигарету на детской площадке, ему грозит штраф от двух до трех тысяч рублей. В настоящее время за шесть месяцев текущего года сотрудниками полиции уже составлено 29 административных протоколов по статье 6.24. А также сотрудники полиции теперь уже ежедневно будут патрулировать улицы города в целях выявления подобных правонарушений. Так что если вы не можете отказаться от вредной привычки и в то же время не хотите за нее платить огромные деньги, курите там, где это можно. Или же так, чтобы вас никто не видел. Тогда есть шанс сохранить честно заработанные деньги. Олег Хатанзейский, Александр Дуркин, Телеканал «Север». Мы вновь прервемся на рекламную паузу. Вот что вы увидите далее. Более сотни участников молодежного форума «Селигер-2014» попали в больницу. Причиной стало пищевое отравление. С ребятами из нашей делегации все хорошо, никто из них не пострадал. Мебельные магазины «Транзит». Мягкая и корпусная мебель в наличии и на заказ по каталогам. Кухни, офисная мебель, детские, гостиные, спальные гарнитуры, матрасы, обеденные зоны, светильники, предметы интерьера, ролеты, карнизы, мебель из ротанга. Магазин «Транзит. Мебель». Поселок Факел. Юбилейная 98. Мебельный салон «Транзит» в торговом центре на рабочей 4А. Второй этаж. Новый корпус. Акция для рекламодателей «Лето на севере». Получите 90 выходов в вашей рекламной телеканале «Север» всего за 10 тысяч рублей. Уникальное предложение. Срок проведения акции до 31 июля 2014 года. Расскажите о своих товарах и услугах. Не упустите свой шанс. Подробности по телефону 217-17. Продолжаем выпуск. Пищевое отравление стало причиной госпитализации нескольких десятков участников молодежного форума «Селигер-2014», который проходит в Тверской области. Принимает участие в форуме делегации из нашего округа с ребятами. Все хорошо, никто из них не отравился. Мы связались с участницей форума Светланой Балашовой. Делегация от Немецкого форума приехала на «Селигер-2014» рано утром 20 июля. Единственными правилами въездом мы с вами за этим территорию форума только около полудня. Поэтому мы попали только на обед. На обед нам досталось только греча, а кому-то извергать макароны. И вот в связи с тем, что они попробовали эти макароны, я не отравился. Около 130 человек попал в больницу. Но, конечно, все в порядке. Они бодрые, если вы мне сейчас встречались. Все хорошо. Готовы получать новые знания. Напомню, «Селигер» – молодежный образовательный форум. Он проводится ежегодно с 2005 года на озере «Селигер» в Тверской области и представляет собой палаточный лагерь. Участники «Селигера» получают дополнительное образование, встречаются с известными политиками, учеными, бизнесменами, журналистами, артистами. Форум традиционно посещают первые лица государства. Ключевой темой юбилейного «Селигера» в этом году стали русская культура и русский язык. От Ненинского округа участие в форуме принимает делегация в количестве 11 человек. Три человека поехали в рамках программы «Молодежь». Один человек поехал в рамках средств общественной молодежной палаты Ненинского автономного округа. Пять человек поехали в рамках средств гранта, выигранной организациями «Все дома» в управлении информсвязи. И два человека поехали за свой счет. Им очень хотелось на «Селигер», не нашли им финансирование, они поехали сами. Важная информация для жителей города. 22 июля в связи с производством земельных работ будут отключены некоторые котельные города, прекратится подача тепла и горячего водоснабжения. Наринмарок «Ргаз» извещает население о том, что 22 июля с 7 до 18 часов будут отключены котельные. На очистных сооружениях, окружного суда, педколледжа, МЧС, баня номер 1, котельные при домах 32 и 34 по улице Первомайской, номер 10 по улице Октябрьской, библиотеке по улице Победы, котельные «Лукол Севернефтегаза» и котельные окружные больницы. Подача тепла и горячего водоснабжения будет прекращена по следующим адресам. Улица Хатанзейского, дом 1А, улица Вучейского, дом 25А, улица Первомайская, дом 13А, дом 32 и дом 34, улица Ленина, дом 4 и дом 8 по улице Победы. Продолжение следует...